Все информационное пространство было забито, не поверите, диверсантами, украинскими диверсантами на Брянщине. Я такого не видел. Сообщение типа «Украинские ДРГ торглись на территорию России, украинские ДРГ в Брянской области захватили 100 человек в заложники, украинские ДРГ убили девочку, потом через какое-то время девочка выжила, девочка спасена». Украинские ДРГ захватили автобус, украинские ДРГ захватили село, идут страшные бои с украинскими ДРГ. Вот буквально вам пересказываю, чем были полны эфиры. То есть некие якобы украинские ДРГ перешли границу, атаковали Брянскую область. Что они там делали? Что им было надо этим украинским ДРГ? Ну вот с ними были тяжелейшие бои, выступил губернатор Брянской области, выступила куча этих руководителей ФСБ. Вот открываешь там любую первую новость, ФСБ сообщило об артиллерийском ударе по диверсантам из Украины на Брянщине. То есть по нарушившим границу украинского диверсанта был нанесен артиллерийский удар, сообщает ТАСС. Далее ФСБ сообщило обнажение большого количества взрывных устройств в районе проникновения диверсантов. Дальше, что был убит мирный житель. 11-летний школьник получил ранее. Короче, просто такого количества истеричного ора в сетях я не видел давно. Ну и такого на уровне ужаса, что украинцы якобы уже захватили чуть ли не Россию. Вот. Даже Путин и тот не смолчал. Вот. Был вынужден и, значит, назвал терактом Путин. Атаку украинских диверсантов на Брянскую область. А этот сообщил телеграм-канал Кремля. Вот. Дальше, значит, кто... 2 марта на территорию границы с Украиной и Российского региона в село Любачине проникла украинская ДРГ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что, значит, погиб мирный житель, ранен ребенок. Дальше жертвой атаки стал водитель легкового автомобиля. Вот. И т.д. и т.п. Прибежали в Кремль Бортников, Шойгу, Золотов, Песков. Все прибежали. Вот. Ну, смешно, да? А украинцы покрутили пальцем у виска, подали аксел, а что мы там забыли? Ну, просто какая, может быть, цель? Это мальчика убить очередного, девочку убить? Не знаю, что там... Ну, то есть, понятно, если бы была какая-то внятная задача, военная, невоенная, какая-то. Что там делать? В Брянской области? В магазин сходить или что? Значит, ну, украинцы, конечно, от этого открещиваются. Говорят, что никакой вообще не было такой атаки, никаких ДРГ, ничего этого нет. Все чистые воды, информационная провокация. Вот. Ну, непонятно, зачем для... Понятно, там, наверное, надо поднагреть истерии в России. Вот. Там сделать более такую... Ну, а еще более оголтелую информационную кампанию. Возможно. Возможно. Но, по факту, что там вообще должны были делать какие-то ДРГ на Брянщине, объяснить никто не может. Объяснить реально никто не может. Хотя, может быть, это такой и намек для, опять же, российской аудитории, что... То есть, россияне... Россиянам надо объяснить, что рано или поздно придется сражаться и на территории... И на территории России. Пишут, что... Другие пишут, вот... А что ответственность за атаку на себя взяли представители российского добровольческого корпуса, то есть это тоже корпус, созданный в Украине, да, с целью, как бы, помощи Украине. И они, значит, эти люди действительно дошли до этих, пишут, что они там были в этих Любечинах, короче, в этом пограничном селе. Вот. Рамзан Кадыров призвал разобраться не только с самими диверсантами, но и с их семьями. Ну, естественно, это вот Кадыровский подход. Конечно, детей вырезать, жен вырезать, всех вырезать. Вот. Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев заявил, что безопасность российских граждан не будет достигнута, пока с Украиной будут церемониться. Он считает, необходимым изменить статус специальной военной операции и начать войну. Вот. А до этого они войну не начинали. Вот смешно, да? До этого, я даже не знаю, что там, не война, прогулка просто с цветами. Но глава офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшей классической провокацией. И призвал российские власти бояться своих же партизан. Своих же партизан. То есть, если там что-то это сделали, то это свои собственные партизаны. Не знаю, с медалей, с нашими медалями, без медалей, с орденами, но свои же партизаны. На самом деле, действительно, поразительный, поразительный кейс. Очень мутный, как и с этим самолетом. Действительно, сложно разобраться, где заканчивается информационная часть войны, а где реальная. Но вот варианта два, либо действительно проверили, насколько граница России прочна, и оказалось, что она совершенно не прочна, как и противовоздушная оборона Лукашенко, так и граница России, и что реально могут зайти те или иные военизированные группы и дойти до населенных пунктов Российской Федерации без проблем. И даже выйти, потому что никого не споймали, никого не арестовали. То есть, они как вошли, так и вышли, проверили, все нормально, дорога есть. Либо это раскачка России на предмет истерии, как же, значит, это уже, значит, напали непосредственно на матушку, матушку-ратушку, да, и все, вставай, страна огромная, вставай, значит, на смертный бой. Сейчас объявляем новую эту волну мобилизации, или продолжаем эту войну мобилизации. И, значит, где моя красная кнопка? На этом уровне. И то, и то вполне вероятно. Потому что действительно в России снижалась все эти месяцы, снижалась популярность этого мероприятия, всего, которого Путин затеял, снижалась. Побед нет, ничего нет. Да, что воевать, просто умирать. Под Углидаром украинцы нанесли самое большое танковое поражение России. 130 танков и БТРов сожгли. Харьковскую область освободили, Киевскую область освободили, Сумскую и Черниговскую освободили, Остров Змеиный освободили, крейсер Москва потопили, Херсон освободили и так далее. Ну, как бы побед нет. Побед нет никаких. Бахмут уже 8 месяцев или 9, фортеция Бахмут стоит и стоит. Взять не могут. Ну, вот интересно, да, и, может быть, нужно как-то этих россиян там опять немножко эту истерию, эту патриотическую развитию. Но, может, и украинцы проверяют, потому что, вот, что точно не информационная, как бы, компания, это дроны, украинские дроны, которые долетели практически до Москвы. Над колонной упал дрон с взрывчаткой и не 200 грамм взрывчатки, а С-4. И это уже новые дроны, это не стрижи. Это новые дроны, способные летать на тысячу километров. Он долетел до Москвы, его даже не сбили, он сам упал там. Видать, может, сигнал потерял, может, погодные условия, не знаю, но он сам упал. Но он был под Москвой, 50 километров от Москвы там или 60. И украинцы настроены пигачить, лупить по, собственно, центральной части России. Так что, могут быть проверки, вот и дроновые идут проверки. Действительно, ПВО особо не работает. И могут и наземные быть проверки. Да, типа, можем мы границу пересечь. Они-то лезут к нам, россияне. А мы что, чем хуже? Мы тоже можем зайти. Они там заходят к нам в села, в города, да? Ну, что, мы что, не можем зайти к ним в села, в города? Да, давайте тогда, война будет на двух территориях идти, а не только на наши. Тоже могут и с этой точки зрения идти. Не знаю, нет у меня информации, нет ответа, пишите ваше мнение, как всегда.